Впервые в нашем районе проводятся международные сборы под дзюдо. В Кенгисе приехали спортсмены из восьми городов России, а также из Киргизии, Белоруссии, Эстонии и Литвы. Они все со своими приезжают с тренерами. И две недели у нас сбор длится. За эти две недели каждый тренер проводит одну тренировку. То есть мы опытом обмениваемся. Помимо того, что свои, наши тренера что-то дают, то обмениваемся опытом. Год назад в нашем городе открылся клуб дзюдо «Медведь». Боевому искусству детей учат тренеры с олимпийской лицензией. Высокое мастерство педагогов. Вот главная причина, почему на сборы приехали почти 100 юных спортсменов. У нас серьёзная школа в дзюдо. Тому подтверждение Корченкин Данила, который на сегодняшний день является членом сборной команды России. И буквально недавно на первенстве Европы в Боснии-Герцеговине завоевал золотую медаль в командном первенстве. Ну и в целом очень много детей и взрослых занимаются этим видом спорта. Безусловно, мы уверены, что у дзюдо в Кингисепском районе большое будущее. А с проведением таких мероприятий, с участием наших спортсменов, как на всероссийских, так и международных турнирах, интерес только подогревает. И я уверен, что в сентябре ещё больше детей придут заниматься дзюдо в наши кингисепские школы и клубы. Учиться у лучших мастеров России и Европы приехали Угны и Айдас из Литвы. 12-летний Айдас выиграл детскую олимпиаду дзюдо в Израиле. Угны в свои 14 считается самой сильной спортсменкой Литвы. Тренирует чемпионов папа. Дзюдо в Литве – семейный вид спорта. Далеко до вас нам. У нас нету много, там, не знаю, может, 3 тысячи, 4 тысячи, может, всего есть спортсменов. Таких, которые, ну, как говорится, может, даже вопрос интересный задали. Ну, так где-то будет, да. Потому что, знаете, как в сентябре детей много бывает, а потом уже все уходят, отходят. У нас страна маленькая, 2 миллиона только живут. Вот таких тренеров собрать на одно место – это вообще, даже, если честно, очень трудно. И, ну, потому что Абдурахман Черышевиш, он долгое время, 10 лет, по-моему, сборную России был тренером. Так это, ну, самый высокий уровень. А Арчи, он грузинский, ну, там, вырос со всеми этими, как, ну, самым известным в данный момент, которые, там, Липертониали, там, вот эти все звезды – это его друзья. И знаю, что они были здесь. В следующем году у Саулис Пеляцкас обещает привезти много своих воспитанников. Организаторы ожидают до 300 спортсменов. И хотя участники отмечают высокую организацию сборов, постоянного места для их проведения в городе нет. На сегодняшний день в Кингисеппе нет зала, где можно проводить такого уровня. Есть спортивная школа, но, к сожалению, в ней до ума не доведено. То есть, нет системы безопасности, там запрещают просто это проводить. А в ледовой арене всё есть. Плюс здесь прохладно хорошо, льда нет же. Сборы закончатся через неделю. Кроме учёбы, у дзюдоистов насыщенная культурная программа. Спортсменам уже показали город, планируют отвезти на экскурсию в Копорскую крепость.